коротенькое видео про kia sorento и протекшую антенну человек приехал с жалобой на то что нет звука в автомобиле при диагностике выяснилось в старых типах подключения киа hyundai использовалось два контроллера один контроллер запуска из усилителя другой spdif который делает из линеек цифровой сигнал питание spdif во всех сторонних устройствах но не не с не киевских питание spdif сидит на одной точке из магнитолы вместе с питанием штатной антенны вот после того как обрыва но оборвали питание штатной антенны звук появился то есть появилось питание на из пу дифи выяснилось что короткая давала антенна которая протекла и случай такой не единичный то есть приезжало несколько человек после того как говоришь что ну приезжать человек нет звука отсоединяешь питание антенны провод питания антенны обрываешь появляется звук говоришь человеку что нет звука из по причине протекшие антенны человек очень сильно удивляется не верит что так может быть вот вот так вот выглядит протекшая антенна вот так вот она выглядит изнутри то есть вот здесь вот вот эта протекшая часть дает замыкание белого вот с этим черным проводом на землю соответственно вот этот вот блочок из пу диф остается без питания и звука нет со всех источников случай не единичный поэтому решил снять видео и рассказать другим пользователям сейчас в современных устройствах уже используется блочок другого типа то есть из пути встроены в него с двух сторон разъемы 2 блочка нету и там питание на из по диф не подается получается там другая схема но тем не менее вот такое вот видео то есть если у вас соренто и пропал звук первым делом нужно померить если у вас два контроллера контроллер запуска усилителя из по диф первым делом в этой точке у из по дифа нужно померить питание если она если его нет скорее всего просадка вот в этой цепи это цепь питания антенны вот как то так